Доброе утро! Ветер юго-восточный 3,8 м в секунду. Ночью ожидается 0,2 м, днем потеплеет до плюс 16 м. Какие в настоящее время существуют требования по обеспечению транспортной безопасности и какая предусмотрена законом ответственность за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности? На эти вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой ответит помощник прокурора Республики по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму Тимиркан Конов. Доброе утро всем! Доброе утро, Тимиркан Талканович! Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Хочу вас спросить, какие существуют в настоящее время требования по обеспечению транспортной безопасности? Вообще вопрос обеспечения транспортной безопасности регулируется федеральным законом от 9 февраля 2007 года номер 16 ФСЗ и рядом постановлений правительства Российской Федерации и иными нормативно-правыми актами. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств возлагается на их собственников. Объектами транспортной инфраструктуры все объекты транспортной инфраструктуры подлежат обязательному категорированию. К таким объектам относятся автомобили, перевозящие пассажиров, самолеты, железнодорожный транспорт, автовокзалы, аэропорты, мосты, тоннели и другие. Критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств предусмотрены законом. Также каждый категорированный объект должен пройти специальную оценку уязвимости. На основании результатов данной оценки уязвимости дальше разрабатывается план обеспечения транспортной безопасности. При этом, в соответствии с изменениями, внесенными 2 августа 2019 года в Федеральный закон о транспортной безопасности, для транспортных средств 20 марта 2020 года категорирование отменено. Специальная оценка уязвимости замещается на проведение обследования объектов транспортной инфраструктуры и транспортного средства. А план обеспечения транспортной безопасности заменяется уже на паспорт безопасности транспортного средства. А скажите, пожалуйста, какая предусмотрена законом ответственность за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности? За нарушение требований в области транспортной безопасности статьей 11.15.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена административная ответственность. Санкция данной статьи в зависимости от того, кто совершил административное правонарушение, это физическое лицо, должностное лицо, индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо, санкция предусматривает штраф в размере от 3 до 100 тысяч рублей. В случаях повторного совершения данного административного правонарушения санкция также предусматривает административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. А в случае, если административное правонарушение совершено уже умышленно, то размер штрафа составляет от 20 до 50 тысяч рублей. Ну что ж, я благодарю вас за полную информацию. Спасибо вам, что были гостем нашей программы. Спасибо вам. Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 11.25 с ведущей Аллой Динаевой. Хорошего дня. До завтра. Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор Зеленчукский. Телефон 8, код 87 878 545 70 и 8 925 711 98 90. До встречи на субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!